Всем привет! Привет-привет! Это канал Russian with Dasha, и сегодня у меня в гостях Ира с канала о русском по-русски. Извините, что я в очках, просто светит солнце, и мне тяжело смотреть в то место, куда нужно смотреть, и не делать вот так. Да, то есть не жмуриться и не щуриться, да? Да, да. Сейчас мы отдыхаем в парке Монрепо недалеко от Выборга. Вы увидите разные кадры с нашей прогулки. Ира, во-первых, как дела, как твоё настроение сегодня? Отличное настроение, потому что погода очень хорошая. Я отдыхаю, у меня маленький отпуск, и мы с тобой в таком чудесном месте, что здесь просто нельзя быть в плохом настроении. Это нечестно по отношению к природе, которая нас окружает. Отлично сказано! Какие у тебя планы на лето? Ну, лето уже началось. Сейчас я выполняю свой первый пункт плана. Я приехала в Петербург, отдыхаю здесь. В июне я планирую много снимать, потому что в июле меня ждёт длительная поездка, полёт на Сахалин. Я проведу там 10 дней. Сахалин находится недалеко от Курильских островов, и оттуда ходит туда паром. И вот это моя маленькая мечта — отправиться на Курильские острова, потому что там очень красиво, там вулканы. Дикая природа, да. Я никогда не видела вулкан так, как можно увидеть там. Ты можешь прям подойти практически к жерлу вулкана. Мне кажется, это непередаваемое ощущение. Я тоже смотрела какое-то видео, где местный житель рассказывает, что местные жители, когда ходят по месту недалеко от вулкана, ходят и думают, пусть не сейчас будет движение. Это страшно, но... Мне кажется, я бы тоже так думала. Я вот хочу туда, хочу так думать и хочу побыть там. Поэтому пока такой план, но точного маршрута нет ещё. Круто, очень здорово. Также в конце июня меня ждёт, надеюсь, не знаю, но меня ждёт концерт «Сплин», группы «Сплин». Его перенесли с прошлого года из-за коронавируса. Но я слышала, что, возможно, в этом году его тоже не будет. Поэтому пока не могу сказать, что я на 100% уверена, что смогу посетить этот концерт. Ещё что? Ну, наверное, я поеду к родителям. Я не знаю, когда. Да, я ещё не планировала эту поездку, но надеюсь, что это тоже осуществится. И всё, больше и больше планов на лето нет. Работать, отдыхать, наслаждаться летом. Какие ещё места в России ты планируешь посетить в будущем? Места, города, парки? Так, ну, начнём, наверное, с Карелии, потому что мы сейчас относительно недалеко от неё. Очень близко к Карелии сейчас. Да, я никогда не была в Карелии. И я думаю, что там нужно побывать и летом, и зимой. Ты говорила, что была зимой. Золотая осень. Так, но мне придётся три раза поехать в Карелию. В этом году я, кстати, осуществила свою большую мечту. Я увидела северное сияние в Мурманске, и я очень много лет хотела туда полететь. Но почему-то всегда мы выбираем не русский город для путешествия, а нам кажется, что надо лететь за границу. Но на самом деле Россия прекрасна. И плохо, конечно, что была пандемия, но, с другой стороны, для многих она открыла дорогу во многие русские города, и люди увидели, что Россия прекрасна. Да, многие мои знакомые в этом году ездили в Дагестан, на Камчатку. Ну, конечно, в Сочи многие поехали, в Калининград и в Казани. То есть помимо Москвы и Санкт-Петербурга есть очень много других классных мест. И Байкала, да? Все знают Байкал, но, конечно, природа России многогранна и разнообразна. Это не синоним? Ладно, не важно. Ну, в общем, я сейчас поняла, что это видео может быть на час, если я буду рассказывать все места в России, которые я хочу посетить. Но из того, что ты упомянула, Калининград. Да, очень тоже давно есть в моём очень длинном списке мест, в которых я хотела бы побывать. Байкал, да, естественно. Камчатка — это место, которое, мне кажется, хочет увидеть каждый житель России. Это очень далеко от Москвы, от Санкт-Петербурга. И это, да, действительно дороже часто, чем полететь за границу. И когда перед человеком стоит выбор полететь на Камчатку, лететь долго, платить дорого или лететь за границу, купив какой-то недорогой тур, там, где тепло ещё желательно, конечно, конечно, выбор падает именно на какой-то заграничный курорт. Да. И, наверное, последний вопрос. В Санкт-Петербурге ты гуляла три дня. Что ты успела посмотреть и посетить? Я сразу скажу, что в Петербурге я уже не первый раз, даже не второй и не третий, поэтому я уже видела, наверное, все основные достопримечательности по несколько раз. Но есть места, которые я просто очень люблю. Например, я люблю каждый раз, когда я приезжаю, посещать Эрмитаж. Я не провожу там целый день. Я захожу туда на час, на два, чтобы посетить залы, которые мне нравятся. Я всегда гуляю около Спаса на Крови, около Исаакиевского собора. Конечно, прохожусь по Оневскому проспекту. В этот раз я ещё побывала в новом для себя месте. Называется Сивкабельпорт. Современное молодёжное место, где много кафе, есть набережная, музыка играет. Очень атмосферно. Парк Новая Голландия тоже мне нравится. И если сравнивать с тем, каким я видела его в прошлый раз, когда была в Санкт-Петербурге, он, конечно, изменился. Там появились новые здания, новые детские площадки. Но в целом мне, конечно, просто нравится гулять по Санкт-Петербургу, наслаждаться видом, наслаждаться хорошей погодой сейчас. И да, забыла сказать, что в эту поездку я впервые была в Мариинском театре. Ты слушала там оперу. Я обожаю Мариинский театр. У Мариинского театра два здания, новая и старая сцена. Если вы хотите окунуться в атмосферу имперской России, то, конечно, нужно идти в Старую Мариинку. Там даже есть царская ложа, то есть место, откуда цари смотрели, императоры смотрели спектакли, смотрели оперные постановки. И вы тоже можете приобрести билет именно туда. Но нужно это делать заранее, потому что там места очень мало, и их быстро раскупают. Если вы хотите, наоборот, что-то современное и отличную акустику, то лучше, наверное, выбрать новую Мариинку. Но мне нравится и там, и там. Ты в каком здании была? Я была в новом здании, хотя хотела в старое. Но то, что шло в удобнее для меня время в старом здании, я уже смотрела. Понятно. И я увидела, что в новой Мариинке будет опера Кравиата. Я никогда не слушала эту оперу. Ну и я решила, что надо посмотреть новое здание. Я в нём тоже не была, поэтому начала с нового. В старом побываю тоже обязательно. И обязательно попробуйте эклеры. Я Ире сказала об этом, но она, к сожалению, не забыла. Да, я просто была в таком приятном удивлении от того, как там красиво, что эклер просто вылетел из моей головы. Хотя я думала, что об эклере я точно не забуду. Как можно забыть о том, что там вкусные эклеры? Да, спасибо тебе большое, Ира. Мы продолжим сейчас нашу прогулку. И на канале Иры выйдет также видео со мной. Поэтому переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал Иры. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. Продолжение следует... Я в Выборке была уже несколько раз, люблю приезжать сюда осенью, потому что в парке очень красивая листва, особенно в конце сентября, в начале октября. Идём по дороге. Ира видит книги и говорит, о, книжечки лежат. Потом видит знак и говорит, о, это лавка масонов. Но какая это лавка, Ира? Мастеров. Да, лавка мастеров. Я умею читать по-русски. Нет, возможно, конечно, это масоны, судя по книгам. Семья Света, приветы из дома и дьявол, что там, дьявол и синерита Прин. Ну что, Ира, ты хочешь переехать в Санкт-Петербург? Да, я уже даже писала в инстаграме, что Санкт-Петербург очень опасный город летом, когда тут хорошая погода. Ты влюбляешься в него, хочешь переехать. Но на самом деле здесь зимой не так хорошо, как летом. Тоже очень хорошо, но холодно, ветер сильный из-за того, что много воды. Но я бы переехала, может быть, на 2-3 месяца. Вот, августе и сентябре, как ты сказала. Так что да, но не навсегда, наверное. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»